Всю свою жизнь Гильда Александровна Бот посвятила образованию. Она педагог с большой буквы. Мне другой вопрос задает. Вот кем бы вы стали, если бы вы не были учителем? Я всегда отвечаю, я стала бы только учителем. Ее стаж 50 лет. Долгое время она работала учителем немецкого языка. Потом в течение 23 лет возглавляла управление образования Одинцовского района. Это система дошкольного образования, система школьного образования. Там целый мир. И то, что за это взялся профессионал с удивительными человеческими качествами, это, на мой взгляд, большая удача была и для района, и для города в то время. Страна находилась в тяжелом состоянии в 90-е годы. Образование Одинцовского района развивалось так, как будто мы находимся в отдельно взятом государстве. По сути, на сегодняшний день большая педагогическая наша общественность – это тот костяк, который был сформирован тогда. Она умела это делать, правильно понимала. Все те, кто работал с Гильдой Бот, отмечают ее высокий профессионализм и неформальное мышление. Ирина Стрижак на всю жизнь запомнила свою первую встречу с начальником управления образования, когда в 26 лет она пришла устраиваться на работу. Мы приходим, значит, Гильда Александровна садится, Людмила Ивановна Вагина, и мне такая тишина такая, пауза, ну, мы представились, и она спрашивает. Так посмотрела, прищурилась и говорит, вы в шахматы-то играть умеете? У меня прокрутилось все. Я думаю, я куда вообще попала, из-за чего я сюда пришла? Может, что-то перепутала Гильда Александровна? Может, она с кем-то меня вообще там, думала, в спортивную школу или что-то такое? Такой нестандартный подход к людям Гильда Бот применяла в любом деле. Когда я назначала директором школы, я своим управленцам тоже говорила, что в течение трех лет мы этому директору никаких незамечаний, невыговоров, ничего, мы ему помогаем. И материально в том числе. Феноменальная память. Вот еще одна особенность Гильды Александровны. Она знала по именам не только директоров, но и учителей всех одинцовских школ. К ней всегда можно было обратиться по любому вопросу. Я к ней несколько раз приходила, просто когда, ну трудно было, действительно трудно. И она вот каким-то образом смогла поддержать, вселить в меня уверенность. Несколько раз причем она мне говорила, тебе нужна жилетка? Приходи ко мне, поплачешься, мы все разберем, все будет. Вот она, я считаю, своей крестной матерью, вот в стезе руководителя. Но Гильда Бот была не всегда доброй и мягкой. В случае необходимости могла проявить и характер, вспоминают ее коллеги. Некоторые ее называли железной леди. Я помню, написала ей, да, и Тэтчер. Маргарет Тэтчер было такое, второе ее имя. Она может по телефону так жестко поговорить. Кладешь трубку и понимаешь, ну ведь все правильно. И обидеться абсолютно не на что. Она могла просто внезапно приехать, проверить, что, как. Сегодняшние директора не устают рассказывать об этой уникальной личности. Для меня Гильда Александровна уникальным обладает, понимаете, способностью и талантом руководить людьми. Она обладает той силой, той силой, которая, знаете, без слов может убеждать, одним взглядом. А та колоссальная работоспособность, которая в этом человеке присутствует, вот это пример для всех, абсолютно без исключения. И не только для подчиненных и коллег, ну и даже для руководства района. Стоит отметить, что и сейчас Гильда Александровна не утратила умения остро мыслить, а также своей энергии и бесценного таланта педагога. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.